Всем привет, друзья! С вами Михаил, игра Idle Heroes. Сегодня пятница, новое обновление. Давайте посмотрим, что нам подогнали разработчики. Кто смотрел анонс, видел, что это вполне себе проходная неделя. Но, тем не менее, есть моменты, на которые стоит обратить внимание фритуплейным игрокам. Если видео вам будет полезным, понравится, не забывайте подписываться на канал. Самая лучшая поддержка, лайки и подписка, друзья. Погнали смотреть события. Здесь у нас донат, здесь у нас тоже донат. Это имп, еще один донат в импе. В этот раз у нас нет билетов, жалко. Хотелось бы, чтобы они билеты добавляли каждый игровой месяц. Хотя бы по два можно было здесь в прошлый раз набрать. Если я не ошибаюсь, поправляйте меня в комментариях. И это очень существенно. Билеты тяжело набираются. Но, тем не менее, на прошлой неделе нам десяток тоже за вход подогнали. Здесь автолут. И самое интересное в автолуте, на что стоит обращать внимание. У нас здесь поменяли награды. Я не знаю, на постоянку это или нет. Надеюсь, что на постоянку. В нижние награды остались такими же ядра. Ядро детей, друзья, теперь в два раза дешевле. И его можно вообще без затрат, без замены огоньков, или как они у нас здесь называются, кристаллов, вот этих вот набирать. И это очень существенно. Также добавили здесь за 3400 и 2200. То есть 2200 оранжевое сокровище можно брать без замены. Это уже с заменой. Так как мы в районе 2500. Я даже 2600 никогда не набирал. Но говорят 2800 можно получить. Сундук с артефактом также остался. Флаг. И добавили еще сундук выбора исходного артефакта, который нам нужен для создания улучшенной версии артефакта. 5000. Это сумасшедшее, конечно, количество надо набрать. Сколько у меня здесь? 387. Ну, наверное, друзья, как я вижу себе в фритоплейном контексте. Есть у нас доступные ядра детей. Их надо очень много. Считайте, на каждое дитё, детяти, он же пупс, нужно для прокачки максимального уровня. 25 и 26 уровня ядер. Сами можете посчитать, сколько месяцев у вас займет все прокачать пупсов всех детей. Плюс еще там после прокачки улучшенная версия открывается, которая тоже качается за вот эти материалы. Поэтому, как по мне, стоит их набирать. Фритоплейным способом добавили. Большое спасибо. Либо после того, возможно, когда вы там прокачаете основных пупсов, можно будет обратить внимание на сундук с оранжевым сокровищем. Пупсов, друзья, надо качать. Да, очень заманчиво выглядит вот этот сундук с сокровищем. Но не стоит недооценивать пупсов. Пупсы дают очень хороший буст. Причем сразу всей команде. И еще дополнительные там бавчики. Особенно яркий пример. Это тот же самый пупс магов, который контроль увеличивает. Очень шикарная штука. Ее бы прокачать, я прям мечтаю-мечтаю. Но все никак не попадется. Поэтому мое мнение такое. Вы пишите в комментариях, как вы считаете. Параллельно мы просто фритоплейным способом забираем эти ядра. И потихоньку-потихоньку начинаем копить на сундук исходного артефакта. Да, если так посчитать, это, наверное, займет года полтора, а то и больше. Но, тем не менее, если не начнешь, так точно и не закончишь. Задание. Здесь у нас ничего интересного. Персонажи в начале. Луиска, конечно, топчик. Плюс к ней шикарные саппорты для ее версии. Если она в доме, Айла Мак и Веса. Ну и плюс Вальдеку в начале игры тоже, кто хочет, может посмотреть, как начинают. Я, собственно говоря, так и начинал свою игру. Свой аккаунт с нуля через Вальдека, Луиску и ее команду. Подарок Луны. Это, опять же, для донатов. Подгоны. Еще дополнительный стимул. Автолут выкупите. И дополнительно еще получить суперкристалл для замены. Ну, это все донат. Собственно говоря, это и все. Больше тут нечего нам смотреть. Напоминаю еще раз, друзья, арена Звездной Земли. Не пропускайте. Даже если вам кажется, что вы там ничего не можете сделать. В рейтинг зайдите. Получите за лайки 30 алмазов. На дороге не валяются. И все-таки надо пробовать. Надо пробовать. Для этого нужны пробужденные персонажи. Собственно говоря, здесь пробуждаете за бесплатки. Набираете хотя бы там 10 персонажей, чтобы можно было их расставить в каждую ячейку. Ячейок нам здесь 5 надо заполнить. Не обязательно полностью их заполнять. Там в первой ячейке у нас, по-моему, 2 можно максимум поставить. 3, 4 и так дальше. Я уже за 1000 перевалил очков. Это уже хорошо. На моем уровне доволен. Буду стараться еще следующая вся неделя. Если я не ошибаюсь. Но хотя бы 1500. Здесь награда очень хорошая. Вот эти кристаллы. Точнее монеты. В магазине специальном. Который открывается как раз, когда это событие. Можно. Там очень хороший магазин. Да, там немного этих сублимаций. Тех же самых ядер. Даже осколки. Осколки ядра происхождения. Там можно купить. Ну и плюс, соответственно. Конечно, конечно, мы здесь еще и набираем сокровища определенного вида. Поэтому надо стараться, друзья. Такое видео получилось. Надеюсь, оно вам будет полезным, понравится. Всем хорошего настроения. Мирного неба над головой. Всем добра-добра. И до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok